2 ноября состоялся релиз свежих серверов по New World, которые, мягко говоря, вдохнули жизнь в умирающий мир игры. Онлайн на текущий момент перевалил за отметку в 125 тысяч активных игроков и продолжает активно расти. Отзывы в Steam сменились с положительных на очень положительные. Да и в целом само сообщество довольно сильно хвалит данные MMORPG на текущий момент. Больше года назад на MM-канале выходил ролик про будущий контент, который ожидает нас в New World. 80% из него уже были реализованы командой разработки. Если вдруг захотите посмотреть поподробнее, красная стрелочка в правом верхнем углу укажет вам на ссылку на это видео. Можете использовать его как источник. В сегодняшнем же ролике мне бы хотелось обсудить с вами контент, который появится в самое ближайшее время, контент, который появится немного попозже и контент, дата выхода которого пока что даже приблизительно неизвестна и не имеет никаких ориентиров. Слово спонсору и переходим к разбору. Как известно, там где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому едва появились первые онлайн игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических формах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины, торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фан-пэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли, только фан, профит и любимые игры. Итак, стоит заметить, что Amazon на текущий момент проделали действительно огромную работу над своим MMORPG. И на текущий момент в игре реализовано огромное количество контента. С момента моего ухода, а это произошло 10 января, в игре появилось два новых подземелья, куча новых механик для PvE и PvP составляющей, пофиксили множество различных душных элементов игрового процесса, да и в целом игровой мир разнообразили. Я уж молчу про появление целых двух новых видов оружия, которые действительно могут порадовать новичков, и уж тем более старичков, которые видели New World на запуске. Однако, это далеко не все, над чем на текущий момент работает Amazon, и даже более того скажу, на текущий момент известно, какой контент будет выпущен самым первым в самое ближайшее время. Так сказать, тот пак контента, над которым они трудятся особенно активно, и который стоит ждать вплоть до февраля месяца. Часть из него выйдет уже в декабре, о чем мы можем судить, исходя из ПТР, на который совсем недавно было установлено новое обновление. Что же ожидает нас в течение ближайших двух-трех месяцев? Над каким контентом трудятся Amazon Games, и что, собственно говоря, они готовят для нашего сообщества в мире New World? Первое, на что нужно обратить ваше внимание, это Leaderboard. Для тех, кто не в курсе, разработчики из Amazon еще на самом запуске игры анонсировали, что в самое ближайшее время, как выяснилось, через год, в игре будет добавлен лидерборд, который будет показывать самых лучших игроков сервера по профессиям, по ПВП-составляющей, по запасу золота и по многим другим элементам. Схожую таблицу вы могли наблюдать в Black Desert, а также в некоторых других корейских MMORPG, которые позволяли игрокам состязаться в рамках сервера, но при этом не увлекаясь какой-то конкретной составляющей. Проще говоря, в этом лидерборде могли принять участие как казуалы, так и игроки, занимающиеся, например, ПВП-составляющей. Разработчики довольно давно трудились над этим элементом игрового процесса, и вот он наконец-таки в прошедшую среду добрался до ПТР. Если у вас есть к нему доступ, если он у вас скачан, то вы можете зайти и потестировать его, посмотреть, как выглядит этот элемент игрового процесса, и я вас уверяю, лично меня он очень сильно радует, потому что наконец-таки у нас появится возможность козырнуть нашими навыками в какой-то определенной составляющей. Кроме этого, команда Amazon Games продолжает трудиться над еще двумя не менее интересными элементами игрового процесса. Вернее, даже не так, над одним крайне интересным игровым элементом. Как вы, наверное, заметили, на текущий момент игра очень сильно шагнула вперед. У нас есть арена, у нас есть поля боя, и у нас есть ЛФГ-система, которая позволяет искать группу для прохождения подземелий, и даже более того, переноситься в них из любой точки света. Это весьма удобно, ведь теперь вам не нужно отрываться от активности и бежать к какому-то NPC, чтобы зарегистрироваться. То же самое и с ареной, то же самое и с полями боя. Вы можете собирать одной рукой хемпу, а другой регистрировать арену и отправляться на нее по готовности. Вы можете собирать железо и параллельно собирать группу в подземелье с помощью специального интерфейса. И более того, вы даже можете не уходить со спота, а просто телепортироваться в подземелье по кнопке и точно так же выйти из него по кнопке, вернувшись обратно на спот, где вы фармили. Это крайне удобная фишка, которая сама собой подразумевает дальнейшее развитие этого элемента. И да, если вы понимаете, к чему я веду, то вы очень большие молодцы. Потому что в самое ближайшее время, весьма вероятно уже даже до февраля месяца, а может быть даже уже в январе, мы увидим кросс-серверную систему. Об этом официально заявляли Амазон месяц назад. На текущий момент они завершают работу этого элемента и вместе с ее приходом арена, LFG и BG станут кросс-серверными. Таким образом, вы сможете играть даже на самом незаселенном игровом мире и при этом иметь возможность легко и быстро находить группу на интересующие вас активности. Играете на сервис онлайна в 200 человек и вот вам захотелось сходить на арену? Пожалуйста. Захотелось сходить на Outpost Rush? Тоже пожалуйста. Найти группу в подземелье? Что может быть проще? Все делается буквально в один клик. Эта система на текущий момент разрабатывается, она еще скорее всего не закончена и именно из-за этого мы не увидим ее в декабре. Но вот январь уже напрашивается как возможный месяц. Ведь именно в январе прошлого года разработчики выкатили наиболее фундаментальные изменения игрового процесса. Это как раз были мифические подземелья. Так что LFG весьма вероятно тоже появится в январе. С другой стороны, это может быть и февраль. Хотя мне что-то подсказывает, что разработчики в этот раз затягивать с этим элементом игрового процесса не будут. Третьим же элементом игрового процесса, который сможет вас порадовать и который относит нас немножко во времени назад, является появление первого официального мирового босса. Да, уважаемые зрители, на текущий момент в New World были мировые боссы, но они были такие, знаете ли, жиденькие. Из примеров можно вспомнить, например, гигантскую индейку, которая появлялась на День Благодарения. Прикольный довольно босс, довольно любопытный в плане дропа, потому что позволял получить крайне приятную еду для ПВП составляющей, да и для ПВЕ в целом тоже. Но при этом это нельзя было считать полноценным мировым боссом. Это все-таки был очень толстый элитник, который гадил бомбами из своей пятой точки и стрелял лазерами из глаз. Здесь же идет речь про добавление полноценного мирового босса, с которым придется сражаться гигантским рейдом, который будет составлен из больше чем 50 человек. Подробностей пока что нет, но мы точно знаем, кто будет этим мировым боссом. Если вы уже успели посетить локацию Brimstone Sands, то вы наверняка видели там гигантского червя. На текущий момент он добавлен как антураж, но благодаря активности игроков и благодаря тому, что игроки начали просить сделать из него мирового босса, Amazon отозвались на просьбу, и этот червь перестанет быть просто какой-то текстурой, которая ныряет и появляется из песка. Совсем скоро из него сделают полноценного, настоящего, первого рейдового босса в рамках New World. А более того, среди западных контент-мейкеров, скажу вам по секрету, ходит информация о том, что сражаться с этим червем можно будет только в PvP-режиме. До конца неизвестно, правда или нет, но это такой, знаете ли, очень интересный тонкий слушок, который ходит между партнерами Amazon. И весьма вероятно, что это будет мало того, что первый мировой босс, так еще и первый доступный только в PvP-мировой босс, который очень сильно забустит PvP-составляющую. Но я вам об этом не говорил, и если что, вы с меня тоже не спрашивайте, потому что это только слух. На текущий момент это три главных элемента контента, которые уже объявлены и которые в самое ближайшее время будут нас ждать. И как вы понимаете, в целом это делает New World гораздо приятнее. Безусловно, наверняка будут какие-то и другие изменения, возможно даже появится какое-то новое оружие или какой-то новый ивент, может быть какое-то небольшое подземелье или какие-то изменения геймплейного характера, но глобально три самых больших и важных изменения вот они перед вами. На этом, правда, наш подкаст не заканчивается, потому что нам нужно поговорить с вами про остальной контент, который впереди нас тоже будет ждать, но не в ближайшие 2-3 месяца. В первую очередь, нам необходимо вспомнить про новое оружие, ведь еще на закрытом бета-тестировании больше года назад были обнаружены все виды оружия, которые на текущий момент мы видим в игре. Более того, один из видов оружия можно даже было самолично потестировать на NDA-тесте для блогеров, между закрытым и открытым бета-тестом, которые проходили буквально за месяц до релиза официального New World. И речь идет, конечно же, про кинжалы. Благодаря тому, что их слили в сеть, про них сейчас можно говорить абсолютно спокойно, на текущий момент это оружие, состоящее из двух веток талантов. Первое – это ближний бой, стандартное, с двумя кинжалами. Второе – это метание кинжала. Основная механика – яды. Как вы, наверное, знаете, некоторое оружие, например, копье, позволяет вам накладывать огромное количество кровотечений на цель, которое наносит периодический урон. Кинжалы, по сути дела, делаются как оружие схожей механики, которое только будет накладывать яды. Один из довольно известных отрицательных эффектов. Более того, у кинжалов будут некоторые способности, которые будут усиливать периодический урон, и, по идее, это будет также распространяться на периодический урон от других типов оружия. Безусловно, Бландер Бас очень сильно изменили с НДА теста, и то оружие, которое можно было увидеть год назад, и то оружие, которое мы получили – это два разных типа оружия. И опять-таки, информация про кинжалы, может быть, не до конца точной, их могут подкорректировать. С другой стороны, они, скорее всего, все так же будут рассчитаны на ближний бой и на метание кинжала. Дата выхода кинжалов на текущий момент неизвестна, но могу сказать для вам две очень важные вещи. Во-первых, кинжалы должны были выйти до длинного меча, и их сместили только в угоду игроков, потому что сами пользователи просили не кинжалы, а длинный меч. Если кто-то вспомнит, длинный меч просят еще с момента до запуска New World, буквально с первого более-менее публичного закрытого бет-тестирования, и с тех пор продолжают просить постоянно. Именно поэтому разработчики, о чем они сами говорили в каком-то из интервью, добровольно отказались от идеи реализовывать кинжалы сейчас. Тем не менее, опять-таки, в последнем своем интервью, они намекнули на то, что это будет следующее оружие, и стоит ждать его в обозримом будущем. То есть, в самое ближайшее время, примерно в диапазоне 4-6 месяцев. Второй важный момент, который вы должны знать про кинжалы, это то, что они готовы. Если Great Sword еще проходил дизайн на стадии NDA теста, то вот кинжалы были прям полностью готовы. У них были сбалансированы более-менее таланты, все более-менее работало, были шероховатости, но опять-таки, моделей в игре присутствовало достаточно, их играбельность была в целом подтверждена, да и связки уже на тот момент даже были выверены. Да, мы знали, что кинжалы хорошо играются с луком и с копьем. Два оружия, с которыми они должны были играться. В целом, это позволяло быть кинжалом востребованными. Соответственно, разработчикам для того, чтобы выпустить кинжалы, не нужно делать их с нуля, в отличие от длинного меча. Длинный меч они фактически доделывали, ну, можно сказать, делали с нуля. А вот кинжалы уже готовы. Однако, это не единственное оружие, которое на текущий момент готовит Amazon Games. Всё на том же закрытом бета-тестировании, ещё перед НДА-тестом, то есть, больше года назад, были найдены другие типы вооружения, среди которых нашли одноручный молот. Да, вам не послышалось. Одноручный молот. Фактически, одноручный, это скорее даже дубинка, нежели молот, которую сейчас можно встретить у некоторых NPC в мире, и которые ими используются. Соответственно, модели уже есть, их опять-таки спалили в клиенте ещё на запуске New World, их продемонстрировали, их довольно много, некоторые, кстати, довольно визуально привлекательные, но я хочу рассказать вам немного другую информацию. Дело в том, что благодаря датамайнерам, которые довольно быстро раскопали New World, мы узнали, что дубинка — это парное оружие. Не в том представлении, о котором вы подумали. Дело в том, что дубинка будет сочетаться со щитом. Это второе оружие, которое пролонируют добавить, собственно говоря, Amazon Games, которое будет связано со щитом. До этого, на раннем тестировании, со щитом вместе работал хатчет, одноручный топорик. Но потом от этой идеи отказались. А вот молоточек вроде как продолжает работать в том же ключе, и вроде как в перспективе молоточек сможет порадовать вас своей комбинацией со щитом. А значит, щит станет более полезным, потому что на текущий момент его можно связать только с одним типом оружия, что, как по мне, является довольно большой ошибкой. Ведь всё-таки щиты могут, замечу, таскать практически все классы. Также мы точно знаем, что в клиенте игры находятся и другие типы оружия. Это посох некроманта, это арбалет, и это святая перчатка. К сожалению, ни одно из этих трёх оружий нигде не было нормально засвечено. Есть только информация о том, что оно есть в клиенте. Эта информация уже больше года, и до конца неизвестно, работают ли над этим оружием, отказались ли от него, появится ли оно когда-то или нет. Да, были какие-то данные, что арбалет, скорее всего, позволит призывать питомцев. Фактически, вы станете чем-то вроде охотника. Посох некроманта позволит поднимать мертвецов. А святая перчатка, это вроде будет как баффер из других ММРПГ. Что-то вроде барда. Но на практике, до релиза этого оружия ещё очень долго, нет никаких данных из клиента, никаких файлов, подтверждающих, что это оружие плюс-минус готово, известно только, что оно есть. Так что это оружие очень длительной перспективы. Гораздо ближе к нам находится новая локация, которая давным-давно готова. Дело в том, что Amazon Games довольно неплохо задизайнерили свой континент, и опять-таки, благодаря датамайнерам, мы представляем, насколько большой вот этот вот остров Этернум, сколько места он занимает, и сколько локаций на нём может быть расположено. Более того, благодаря людям, которые залезали в текстуры с помощью багов на ЗБТ, когда это ещё было возможно, благодаря там бесконечному бессмертию и так далее, мы знаем, какие локации есть ещё в игре. И всего в игре присутствуют ещё три локации, которые уже нашли, и которые в целом по дизайну находятся на той же стадии, что и Brimstone Sands. То есть, они фактически готовы. Самой ближайшей к нам является локация Moral Tide, потому что про неё говорили ещё на NDA-тесте, а я напомню, что NDA-тест это было тестирование для блогеров перед релизом New World, и там давали прям много разотравочной информации для того, чтобы блогеры, скажем так, смаковали игру и ждали вот этого всего контента. Moral Tide это локация, которая находится над Морнингдейлом, и она отсылает нас к древним. Вот у нас есть такая фракция Angry Ass, и вот, собственно говоря, это, по сути, древние, которые вроде как основали этот континент, или жили на этом континенте очень долго, после чего на этот остров пришла скверно, и, собственно говоря, древних оттеснила. Потихоньку оттесняла их снизу вверх по материку, оттесняла всё выше, 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 и в итоге загнала их, собственно говоря, в Эдденгрув, и через Эдденгрув в Морнингдейл, а оттуда уже в Морроутайд. Морроутайд это вроде как последний оплот древних на континенте Этернума, и вроде как в нём, по той сюжетной составляющей, которая есть в затравках, нас ожидает встреча с древними, которые нам расскажут истинные причины появления скверны, как с ней бороться, и также мы сможем пообщаться с дружелюбными древними, которые ещё не сошли с ума от скверны, которые нам смогут, собственно, как-то помочь, и, соответственно, мы тоже сможем им помочь. Морроутайд в плане дизайна является точной противоположностью Риквотеру, но при этом визуально это плюс-минус похожие локации. Риквотер это, по сути дела, что-то среднее между зловонным болотом и зловонными джунглями. В то же время Морроутайд это тоже джунгли, но благословенные, как мы стёбно называли его с коллегами-блогерами. Благословенные они, потому что визуально они очень похожи на Денгрув. Это яркие краски, это живые деревья и растения, это красивая архитектура древних из различных сплетений, там, древесных и так далее. В общем, такая вот довольно пёстрая локация. Морроутайд интересен нам всего по двум причинам. Мало того, что это в целом новая локация, которая должна приоткрыть очень сильно завесу сюжетную именно, причём об этом, повторюсь, говорили ещё год назад, а значит, за текущий промежуток времени разработчики очень сильно поработали над этой составляющей. Скорее всего, Морроутайд будет очень большим прорывом. Но главное здесь не это. Вторая причина, по которой нам интересен Морроутайд, это станок, который есть в Морроутайде, и на него даже есть отсылка в клиенте. Речь идёт про верфь. Да, вы не ослышались. Это станок под названием верфь. На него есть информация в клиенте игры, которую, собственно говоря, находили и сливали на Reddit примерно год назад. Этот же станок был в клиенте на НДА-тесте, и про этот же станок все НДА-тестеры, собственно говоря, слышали. Что ещё важнее? Наравне со станком верфи в игре присутствует материал, который смогут сделать портные, не портные, точнее, а те, кто перерабатывают ткань, под названием парусина. Я не знаю, что это значит, предположим, что это ничего не значит, но мне кажется, что вы уже поняли, к чему я веду, и, скорее всего, вы уже даже понимаете, что будет впереди. Неизвестно, повторюсь, когда это появится и появится ли. Более того, среди моих западных коллег перед релизом Нью Ворлда ходил слух, скажем так. Даже, скорее, не слух, а было обсуждение в контексте, что и верфь, и парусина — это контент первого бесплатного крупного DLC к Нью Ворлд. Как оно будет на практике, никто не знает, потому что Нью Ворлд год назад, и команда разработки год назад, а также менеджеры Нью Ворлд год назад и сейчас. Это, к сожалению, разные люди. Да, у нас абсолютно сейчас другая модель развития Нью Ворлда, и как именно это будет реализовано, неизвестно. Но держите в голове, что в игре есть станок верфь, и в игре есть материал парусина. Это важно. Вместе с этим мы также знаем, что разработчики продолжают совершенствовать ПВП-составляющую. И главным камнем преткновения для этой самой ПВП-составляющей и её активного развития было что? Правильно. Маленькая вместимость игровых миров. Из-за этого размазывать значительную часть пользователей по нескольким видам активностей было опасно. Представьте, что у вас есть, например, 10 полей боя, каждая из которых рассчитана на 20 человек. На сервере максимальный онлайн 2 500. То есть вам нужно, чтобы на поля боя регистрировалось одновременно 400 человек, для того, чтобы все поля боя более-менее одновременно прокали. Но что делать 401-410 людям, которые на эти поля боя не попадут, непонятно. А бои идут долго, минут по 20. И весьма вероятно, что как раз после выхода LFG разработчики наконец-таки представят нам две обещанные геймплейные составляющие, про которые они и сами говорили, и про которые достаточно много, опять-таки, нарыли датамайнеры в своё время. Первое — это новое поле боя в формате 15 на 15. Подробностей нету, данных нету, никто ничего не знает, но оно существует. Оно должно было как раз быть в патче первого месяца, или вскоре после него, как контент для разнообразия. Но в итоге от него отказались. Теперь, после введения LFG-системы и кросс-сервера в целом, скорее всего, оно будет добавлено, потому что прокать станет гораздо быстрее, и, соответственно, людей будет играть больше, а значит, проблем с попаданием на такие поля боя не будет. Вторая активность, над которой точно работают разработчики, и которую стоит ждать в перспективе, но не очень скоро — это арена рейтинг. Арена рейтинг, как вы знаете, это тоже очень важный элемент, потому что на текущий момент у нас есть довольно неплохой дизайн арены 3х3. Она веселая, она динамичная, она интересная, она относительно неплохо сбалансированная. Да, сказать, что 3х3 в New World идеальный язык не повернется, есть свои недостатки. Опять-таки, всегда можно создать бабу инклифф и пойти разламывать лица противником, или взять дабл хилл с танком, и это тоже вызовет некоторые проблемы у соперника. Но, тем не менее, она есть, она играется, она довольно вариативная и интересная. У людей есть к ней интерес, но нет адекватных наград. Как раз рейтинговая система, по идее, должна решить эту проблему. Рейтинговая система появится, к сожалению, пока что неизвестно когда, но, опять-таки, по слухам, это в пределах ближайших 6 месяцев. Будем ждать и надеяться, что это скоро появится, потому что арена действительно в New World радует, и очень хотелось бы поиграть в неё на рейтинг с заранее собранной командой. Мне кажется, что это будет, мягко говоря, интересно. И что же у нас, собственно говоря, осталось из очень дальнего контента, который появится вообще неизвестно когда, и может вообще в целом не появиться? Вообще, на самом деле, к этому пункту относится верфь, просто я про это забыл и вписал её в прошлый пункт. Потому что, как раз-таки, Мороутайд и верфь могут появиться в разное время. И, по идее, как раз-таки, учитывая, что для появления верфи нужно пофиксить плавание в воде, которое на текущий момент в New World отсутствует, это может очень сильно затянуть этот момент. С другой стороны, есть и другой контент, который мы видели, и который должен появиться. Вы уже видели на скриншоте, который был показан на экране, да, это две локации, которые, опять-таки, полностью готовы. Первое, это Deadwood Forest. По сути своей, это локация, которая находится под Brimstone Sands, и локация, которая изначально имела прямой контакт через песчаный перешейк с локацией EbonScale. Однако, в итоге, от этого разработчики отказались. Ещё до ЗВТ, собственно говоря, на котором играли игроки, этот перешейк убрали. Однако, если вы играли на альфе, вы должны были его помнить плюс-минус. В общем, Deadwood Forest в вопросах дизайна находится на том же уровне, что и Мороутайд, и на том же уровне, что и Brimstone Sands. То есть, локация, по сути дела, почти полностью готова, и разработчикам осталось наполнить её контентом и запустить её в массовое производство, чтобы игроки смогли окунуться в эту зону. Более того, вы наверняка слышали про такое подземелье, а и наверняка даже в нём были, под названием Barnacles. Так вот, это подземелье, вроде как, по слухам, изначально вообще должно было быть в Deadwood Forest. Мол, в каждой локации по одном подземелье. Что нас будет ждать в Deadwood Forest, на текущий момент сказать сложно, потому что там точно должен был быть рейд. И об этом, опять-таки, были намёки на NDA. Но, в действительности, скорее всего, его там не будет, потому что, как вы заметили, разработчики очень странно выпускают контент. The Innate, который мы сейчас увидели, подземелье на 5 человек в Brimstone Sands, тоже изначально был рейдом, то ли на 8, то ли на 10 игроков. Но от этого отказались, и до релиза мы увидели выход именно подземелья. Опять-таки, гарант того, что в Deadwood Forest появится рейд или что-то в этом роде, его просто нет. Но, сам факт, локация есть, она есть на карте, есть даже люди, которые там побывали с помощью щитов, с помощью багов и так далее. В интернете довольно много футажей, можно поискать. Но больше глобально там ничего нет. Кроме этого, второй локацией, которую также нам стоит обсудить, является Deadlands. Deadlands находится между Brimstone Sands и между Morro Tide. И Deadlands — это логическое продолжение локации Shuttered Mountain, так сказать, задняя часть этой горы. Ведь мы видим её только спереди, а там есть ещё задняя часть. В общем, Deadlands — это, знаете ли, такие магмовые поля. Вот я бы, наверное, так это описал. Потому что складывается впечатление, что вот туда вот, на дальнюю сторону вулкана, с этой горы всё стекало, стекало, стекало. И там сзади просто магмовые поля, сожжённые различные растения и, в общем, всякая депрессуха. Что будет в Deadlands — неизвестно вообще ничего. То есть мы знаем, что он есть. Мы знаем, что его задизайнерили. Там куча новых объектов расставлено, которые можно лутать, тыкать, по которым можно путешествовать и ходить. Но при этом абсолютно нет информации, что в этих Deadlands будет. И даже примерных сроков, как и в случае с Deadwood Forest'ом, нету, когда это выпустят. То есть если про Brimstone Sands было известно заранее, что это ближайшая локация к нам на выпуск, и если в случае с Morrow Tide'ом было известно, что он выйдет вторым после Brimstone Sands, то в случае с Deadwood Forest'ом и Deadlands'ом нет никакой информации абсолютно. Мы знаем, что две эти локации есть. Мы знаем, что они одни из немногих локаций готовых. Но когда они появятся, неизвестно. Кроме этого, если посмотреть на глобальную карту New World'а, там можно обнаружить огромное количество скоплений из небольших островов. Что будет на них, опять-таки тоже информации нету. То есть эти острова теоретически могут быть реализованы как точки под различные поля боя, но так как поля боя в красированной составляющей будут уже, скорее всего, на отдельных серверах, то какая-то надобность в этих островах отпадает. Плюс их слишком много для того, чтобы сказать, что вот на этих островах, которые нашли игроки, должны были быть только активности. Скорее всего, там тоже должен был появиться какой-то контент в перспективе. И весьма вероятно, что он появится как раз после прихода вот этой самой верфи и парусины в длительной перспективе. Например, нам торговлю завезут. Знаете ли, всякое бывает. В общем, на текущий момент это весь контент, который есть у Amazon и который, скажем так, слит хотя бы кусками в сеть в виде кода, в виде инсайдов от игроков, которые играли и видели, от блогеров, которые общались и что-то знали, или из намеков разработчиков. Плюс от читеров и багаюзеров, которые успели полазать по запрещенным местам. Благодаря этому мы плюс-минус понимаем, что ждет нас впереди в обозримый ближайший год. Весьма вероятно, что к этому контенту будет добавляться еще какой-то контент, который мы сможем щупать в течение ближайшего года. Вероятно, это будут какие-то подземелья на 5 человек, возможно, это будет какой-то новый рейтинговый формат арены, рейды в конце концов завезут. Но про это, простите, информации не так уж и много. Она, можно даже сказать, полностью отсутствует. Тем не менее, как мне кажется, тех данных, которые я привел и та информация, которую я вам дал, должно быть достаточно для того, чтобы вы плюс-минус представили, что ждет нас впереди. Кстати, еще раз замечу, что весь контент, который прямо сейчас был перечислен в этом подкасте, уже обмусоливался в ролике, который вышел больше года назад, еще до запуска New World. Просто разработчики с течением времени выпустили большую часть контента из того ролика и, собственно говоря, вот мы сейчас обмусоливаем оставшийся контент, который они еще не выпустили. Напоследок, с вашего позволения, напомню, что с недавнего времени я вернулся в New World, создаю, как вы заметили по нему, контент на YouTube и, кроме этого, веду активно трансляции на своем Twitch. Ссылка на Twitch есть в описании. Трансляции проходят каждый будний день с 10 утра и до бесконечности, пока не надоест и не уйду по своим делам. Поэтому, если вдруг давно не смотрели в прямом эфире или если хотите посмотреть вживую, переходите по ссылке в описании, буду рад вас видеть. На сим, с вашего позволения, сей замечательный подкаст я буду заканчивать, отдельная благодарность вам за поставленный лайк, потому что ваши лайки, уважаемые зрители, очень сильно мотивируют к скорейшему выпуску нового контента. Буду признателен вам за комментарий по этой теме, что ждете больше всего, что хотелось бы увидеть поскорее в New World. И, конечно же, не забывайте про подписку, ведь только она мотивирует меня выпускать по 5-6 роликов в неделю и запускать по целых 5 трансляций на Twitch. Это, между прочим, большой труд. Заранее отдельная вам благодарность за проявленную активность и до очень скорой встречи.